Почему в 90-е мы не смогли построить нормальную демократию? Это Владимир Милов, и мы завершаем наш цикл про настоящие другие 90-е, как все было на самом деле, а не то, что вам рассказывает путинская пропаганда. И сейчас я отвечу на этот сакраментальный вопрос, почему же нам в итоге не получилось после всех попыток реформ прийти к настоящей свободе. Итак, вот мы выпустили уже 12 серий в нашем цикле передач про настоящие 90-е годы. Правда о том времени, как все было на самом деле. И это счастливая 13-я передачка, завершающая, где мы в общем таком философском ключе подведем итоги. А что же на самом деле произошло? Потому что многие ругаются, у людей реально возникла надежда на то, что Россия сможет быть нормальной, современной, свободной страной, интегрированной в окружающий мир, которая со всеми в нормальных, спокойных, мирных отношениях ни с кем не воюет, ни на кого не нападает. У нас постоянно растет благосостояние, и мы можем ездить ко всем свободно и выбирать такое правительство, какое мы хотим. Это была наша мечта, когда вот мы 30 лет назад выходили на те огромные митинги против коммунистической партии Советского Союза, требовали свободы, требовали демократии. Но спустя 30 лет ни свободы, ни демократии, ни будущего у нас нет. И, конечно, стоит поговорить о том, вот почему этот период, такой всплеск свободы, который, казалось, пришла к нам навсегда, почему же он закончился таким ужасным скатыванием в авторитарную мафиозную диктатуру, что мы сделали не так, как нам учесть эти ошибки в будущем и построить, наконец, из нашей России нормальную, современную, пригодную для жизни страну. Во-первых, я хотел начать вот чего. На самом деле, вот разговор о том, что у нас не получилось, он абсолютно в корне неправильный. Потому что вот сейчас будет много парадоксального в этом выпуске, к чему вы не привыкли, но первая мысль состоит в том, что в 90-е годы это был самый успешный демократический эксперимент в истории России. Да-да, вы не ослышались, именно успешный, потому что демократическая система, которая была построена в нашей стране на обломках Советского Союза, она просуществовала, ну, примерно 15 лет, потому что первый срок, первые 4 года правления президента Путина, это все-таки было довольно свободное время, и мы с вами об этом еще поговорим. Я уже делал такой тизер и анонсировал следующий наш исторический цикл, это цикл про нулевые годы, становление раннего Путина, и вот как так вышло, что из относительно свободной страны Россия превратилась в диктатуру. Мы буквально вот со следующего выпуска уже перейдем к 2000-м, да-да, вот все, как вы просили, но, тем не менее, вот эти 15 лет, это, наверное, имеет смысл отсчитывать с июня 1990-го года, когда Борис Ельцин был избран председателем независимого российского парламента, и когда была принята декларация о государственном суверенитете России, фактически у России появилась своя власть, впервые избранная демократическим путем на относительно свободных выборах, которая стала противовесом власти советской, и в итоге у нее выиграла. Ну и, наверное, финальную точку в этих 15-ти годах свободы можно считать в виде 2004-го года. Мы здесь вам рассказывали о том, что вот после того, как Путин и его партия «Единая Россия» получили конституционное большинство на выборы Государственной Думы в декабре 2003-го, они тут же приняли огромное количество законов, фактически отменивших российскую конституцию, отменивших основные права и свободы, свободу собраний, свободу слова, свободу деятельности политических партий и некоммерческих организаций. Мы называли вот в одной из наших передач на моем канале это конституционным переворотом. Я убежден, что вот это именно верное определение для того, что «Единая Россия» сделала со страной после того, как получило конституционное большинство в парламенте, но произошло это в первой половине 2004-го. То есть вот эта демократическая система, которую, по сути, учредил Борис Ельцин в 90-м, она просуществовала вот примерно 15 лет. Так вот, 15 лет вам кажется, что это мало, да? Но, с другой стороны, если посмотреть на тысячелетнюю русскую историю, то такого длительного периода функционирования в условиях относительной свободы у нас не было никогда. В 1917 году Временное правительство и Российская республика, которая была учреждена на обломках царизма, она просуществовала всего несколько месяцев. В 1825 году восстание декабристов продолжало всего несколько часов. Борис Ельцин создал систему, которая была далеко не идеальной, далеко не полностью свободной. Вот вы можете увидеть карту Freedom House, это рейтинг свободы во всем мире от 1995 года, и вы видите, что это совершенно необычная история. Россия с желтеньким цветом покрашена partly free. Это означает, что она была расценена как частично свободное государство, где были свободные выборы, но как раз вот все эти элементы административного ресурса, олигархического управления, вот все это не давало сделать Россию зелененькой, то есть полностью свободной страной, но тем не менее. Это был самый свободный период в нашей истории, который продолжался дольше всего. 15 лет функционирования каких-никаких демократических институтов. С полностью свободной прессой, с абсолютно оппозиционным президентом парламентом, с серьезной политической конкуренцией. Мы помним вот эти огромные бюллетени для голосования на парламентских выборах, где были десятки партий, люди даже жаловались, что их слишком много. Так вот, такого длительного периода функционирования, пусть не совершенных, не самых идеальных, но все-таки демократических институтов, в нашей истории не было никогда. Но это вообще вот повод, я бы сказал, не посыпать себе голову пеплом. Мне кажется, одна из ключевых вещей, когда мы анализируем опыт 90-х, мы все это дело переносим на очень трагичное и драматическое сегодняшнее время и начинаем посыпать себе голову пеплом, типа, ай, как же так, вот мы не смогли и провалились, у нас ничего не получилось. Я думаю, что это абсолютно неправильная формула. У нас получилось, и получилось довольно много. Вот эти вот 90-е годы, во-первых, это было время, которое задало нам некий стандарт. То есть теперь, когда Россия вернется к демократии и к будущему, мы обязательно будем сравнивать с тем временем, обязательно будем делать выводы из самых разных институтов, там, парламент, президент, правительство, экономическая политика, та же приватизация, те же реформы. Но будем смотреть туда и делать оттуда выводы, вот как поступать не нужно, где мы что-то делали правильно, а где ошибались. Это огромная совершенно база, эмпирическая база для построения прекрасной России будущего, которой, внимание, у нас раньше не было. И вот это очень важно, потому что когда Россия освободилась от коммунизма в 91-м году, то у нас не было какой-то навигационной карты. Мы знали, что есть опыт западных стран, где построены развитые демократии, но у нас ситуация была совсем другая. Я вот объяснял вам во многих передачах нашего цикла, что мы во многом недооценивали то тяжелое наследие, которое осталось нам от Советского Союза. У нас было население, которое совсем было не приучено к жизни в условиях демократических институтов, рыночной экономики, где надо было заниматься предпринимательской активностью, брать какую-то инициативу на себя. Мы вообще не знали, как это все работает. И у нас, к сожалению, в конце 91-го года было на эту тему огромное количество иллюзий. Сейчас мы знаем. Сейчас у нас есть огромный накопленный опыт, примерно 15 лет жизни при каких-никаких, но демократических институтах. У нас есть большой опыт того, как все это постепенно демонтировалось, и мы точно знаем, что делать, как не допустить этого снова. Во-первых, этот период был исключительно полезен с точки зрения будущего, с точки зрения построения нормальной современной страны. Мы обязательно будем на этот демократический опыт ориентироваться и делать из него очень важные, нужные и полезные выводы. Если в 91-м году у нас такой дорожной карты движения к будущему и реформ не было, то сейчас она совершенно точно у нас будет. И вторая история. Вот вы сейчас узнаете, что нас сильно отличает, скажем, от середины 80-х годов. Вы сейчас видите огромное количество людей, которые не сдались диктатуре, не сдались авторитаризму, которые продолжают открыто говорить и выступать в самых разных сферах. Большое число свободных людей, вот это настоящее пространство свободы, которое никак не похоже на, скажем, середину 80-х годов. Тогда свободно говорили только советские диссиденты. Их было очень-очень мало, и их, в общем, никто не знал и не слышал. А сейчас, я не знаю, посмотрите вокруг там Навальный, Илья Яшин, Сергей Гуриев, Евгений Ройзман, много еще кого, да? Понимаете, вот эти все люди, вы должны это понимать, это очень важно, все эти люди во многом являются продуктом 90-х. Они состоялись, появились как взрослые люди, строилась их карьера и какие-то политические и общественные взгляды в 90-е годы. Вот они сейчас не сдаются диктатуре, потому что они попробовали свободы. Пусть не идеальные, но, тем не менее, они не хотят ее обратно отдавать, потому что они же знают, как это бывает, да? Вот посмотрите, в 80-е у нас такого не было. Такая огромная плеяда ярких политиков, экспертов, общественных деятелей, которые не поддаются вот этой бацилле диктатуре, которые не согласны с возвращением России в авторитаризм. Но это, конечно же, продукт 90-х годов. В этом смысле это было исключительно продуктивное время. Оно подарило нам надежду еще и в виде вот огромной плеяды людей, по-настоящему достойных россиян, которые сегодня составляют основу сопротивления путинскому диктаторскому режиму и дают нам надежду на будущее. Поверьте, если бы не атмосфера свободы 90-х годов, не какой-то плеяды свободных людей, которых вы знаете, любите и смотрите, в том числе в Ютубе, конечно же, ее бы не было. Ну и вообще, знаете, вот я так оглядываюсь назад и думаю, черт возьми, вот как принято ругать 90-е, ужас, разруха, катастрофа. А посмотрите объективно, какой это был уровень кризис-менеджмента. Тогда нефть в среднем, я напомню, в 90-е годы, во время правления Бориса Ельцина, средняя цена российской экспортной нефти Юрелс составляла, внимание, 16 долларов 70 центов за баррель. 16 долларов. Вот сейчас вы там обсуждаете, нефть упала там со 100 долларов там до 50, да? Ой, ужас, там гипс снимают, клиент уезжает, все. Катастрофа, как же мы будем жить? До 50. А тогда средняя цена нефти была 16, а были периоды, мы рассказывали вот об этом в одном из наших прошлых выпусков о дефолте 98-го года, прямо перед дефолтом нефть стоила 8-9 долларов за баррель. 8-9 долларов. На этом фоне России от Советского Союза достались в наследство 100 миллиардные долги, и внешний долг составлял более чем 100 миллиардов долларов. При этом нам досталась катастрофическая разруха в виде советского наследия. Все эти абсолютно неконкурентоспособные, непригодные для работы в рыночной экономике заводы. Мы делали об этом передачу отдельную, обязательно ее пересмотрите. Понимаете, вот я сейчас думаю, если бы все это досталось нынешним правителям России, да они бы умерли сразу. Их бы хватил Кондратия, инфаркт. Они не продержались бы и пяти секунд. Поэтому, когда вот мы сейчас говорим о том, что вот там все развалили, думайте всегда о том, в каких тяжелых условиях приходилось работать руководителем России в те годы. Тому же Борису Ельцину, Виктору Черномырдину и Егору Гайдарова, они проводили нас через вот эти очень тяжелые дрейфующие льды. И наш корабль не утонул, а выстоял. И внимание, к концу 90-х годов, и особенно в начале нулевых, перешел к очень серьезным, одни из самых высоких в мире темпам экономического роста. Поэтому, честно говоря, вот я когда даже делал цикл, я понимал эту тему, но мы перешерстили очень много информации, очень много данных, и я сам был шокирован вот этой мыслью о том, что, слушайте, вот через какое тяжелое время руководителям России в 90-е годы пришлось провести страну. Сейчас в руководстве России нет никого, кто был бы способен к работе вот в условиях таких невероятных трудностей. Их там, я не знаю, малейший чих на мировых рынках, у них уже начинается адская паника, их трясет. А тогда нефть по 16 долларов, а иногда дешевле 10, невероятный огромный внешний долг, который нужно было в том числе и отдавать, и рефинансировать, дикая постсоветская разруха, нищее население. Я еще раз напомню, что на начало 90-х годов собственно уровень доходов и жизни домохозяйств в России составлял там в несколько раз меньше, чем в развитых странах Запада. Мы вам вот эти цифры показываем. Поэтому, знаете, конечно же, 90-е годы есть за что ругать. Но вы просто давайте вот подумайте, пройдем через вот этот простой чек-лист всех ужасных и адских трудностей, которые на нас свалились, и мы смогли из этого вырулить, и даже к концу 90-х выйти на экономический рост, который в 2000-е превратился в десятилетия бесперебойных высоких темпов экономического роста. Честно говоря, когда вот так вот на это смотришь, то люди, которые руководили страной в 90-е, они вызывают гораздо больше уважения, чем все эти бестолковые, бездарные путинские мафиози, которые находятся у руля сегодня. Ну и вот еще такой момент. Вот почему-то у нас, когда анализируют, что Россия свернула с демократической дорожки в какой-то адский авторитаризм, в новую версию диктатуры, то очень часто считается, что это какая-то аномалия. То есть у нас был начертан некий магистральный демократический путь развития, вот мы должны были по нему идти, но мы что-то сделали не так. Вот начинается там вырывание на себе волос, посыпание головой пеплом, а вот мы там расстреляли парламент в 93-м году, а вот мы не дали избраться Зюганову в 96-м. Мы, кстати, здесь очень подробно разбирали все эти мифы, и что происходило в 93-м, и почему стреляли по парламенту, и что Зюганов не имел на самом деле никаких шансов избраться в 96-м, это все сказки. Но, тем не менее, вот важная мысль здесь заключается в чем? Что авторитарная реставрация, возвращение диктатуры не является вовсе никакой аномалией. Вот посмотрите еще раз на карту Freedom House, это вот карта, которая ранжирует страны по степени свободы. И вы видите, что практически на всем постсоветском пространстве, в большей части бывших советских республик, авторитарные реставрации обязательно наступали. Более того, они наступали и в странах, которые сегодня продолжают бороться с демократией. Украина, Грузия, Армения, Молдова, там везде были какой-то свой Шварднадзе, свой Кучма, свой президент Воронин, как в Молдове, или свои Кочарян и Сарксян, как в Армении. Там тоже люди были вынуждены массово выходить на улицы, чтобы сбрасывать вот эти авторитарные или полуавторитарные правительства. Таким образом, мы видим на примере бывшего советского пространства, что авторитарная реставрация, к сожалению, это норма. Мы даже видим более худшую ситуацию. Мы видим, что такие вещи случаются и в странах, которые вроде как, казалось, были развитыми демократиями и даже вступили в Европейский Союз. Посмотрите, скажем, на Венгрию Виктора Орбана. Самый яркий пример. Страна, которая считалась образцовой демократией, одна из лидеров бархатных революций 89-го года. Страна, которая раньше всех вступила из Восточной Европы в НАТО и в Европейский Союз. И тем не менее, фактически тот режим, который Виктор Орбан сейчас создал в Венгрии, это полноценная авторитарная диктатура. У которой огромный конфликт на эту тему с Европейским Союзом. И мы еще отдельно поговорим о том, что в Венгрии происходит. Но мысль стоит в следующем. Что, к сожалению, в бывших коммунистических странах попытка авторитарной реставрации, реставрации диктатуры, это вовсе не было какой-то аномалией. К сожалению, по историческим меркам это норма. И вот почему. Это очень просто объясняется. Потому что мы имеем дело с обществами, со странами, где люди, граждане, не имеют такого широкого повседневного опыта демократического управления, как в развитых странах. Там, скажем, ну вот те, кто живет в Америке, ну они практически родились в обнимку с этой своей конституцией конца 18 века. Развитые демократии в Западной Европе существуют очень-очень давно, там некоторые сотни лет. В России, как я говорил, этот демократический опыт по состоянию на 91-й год, он составлял там от нескольких месяцев до нескольких часов. И понятное дело, что наши люди не умели и многие не полюбили работать в условиях демократических институтов, потому что, ну вы знаете, вот поговорите с своими знакомыми, как люди все это воспринимают. Типа демократия это хаос. Какой-то бюллетень там из десятков партий, я там не хочу в нем ковыряться. Дайте мне одну, да. Сделайте мне просто. Дайте мне, чтобы я нажал какую-то кнопочку и сразу стал жить хорошо. Но мы-то с вами понимаем, что в современном мире не бывает так, чтобы вы нажали кнопочку и сразу стали жить хорошо. Это сложный мир. Демократия, процветание и экономический прогресс это сложная работа. Сложная ежедневная работа для каждого из вас. Конечно, когда мы видели вот все, что происходило в 90-е годы, вот это постоянная ругань в прессе, соперничество разных политических сил, какие-то бандюки там рвутся в местные советы, в городскую, региональную власть. А вот эти огромные бюллетени из огромного количества партий. Многим действительно это казалось хаосом. Вот это во многом идеальная среда для всякой хищной номенклатуры, которая хочет власть захватить и вернуть диктаторское правление. И говорит, ребят, видите, какая демократия представляет какой из себя хаос? А я вот сейчас приду, такой сильный лидер, наведу порядок и сделаю так, что вам всем быстро будет хорошо. Вы просто давайте, вот видите, вот шапочка, да? Скидывайте мне сюда свои гражданские политические права, а я харизматичный, сильный лидер, наведу твердой рукой порядок. Весь этот демократический хаос мы отбросим. Я думаю, вы понимаете, о чем мы всю эту музыку слышим последние четверть века. И, кстати говоря, вот в предыдущем нашем выпуске я рассказывал о том, что в конце 90-х на это был сильный запрос. Было видно, что люди от демократического хаоса устали. Я вам приведу, чтобы вы поняли, насколько это естественная история, я приведу вам одну очень важную цитату. Это цитата из немецкого предпринимателя Альфреда Круппа, который очень активно сотрудничал с гитлеровским режимом в нацистской Германии и проходил по одному из военных трибуналов союзников в Западной Германии после окончания Второй мировой войны. Ну, Крупп был просто бизнесмен, хотя, конечно же, его стрелетейный бизнес, он очень активно участвовал в нарушениях прав человека, использовании рабского труда и много еще чего. Вот за это Круппа судили. И на процессе Альфреда Круппа вот он сказал очень важную вещь для понимания того, как происходит авторитарная реставрация и как демократия превращается в диктатуру. «Понимаете, — сказал Крупп, — в Германии было много разных партий, они соперничали между собой, был хаос, а Гитлер принес стабильность. Нам, бизнесу, нужна стабильность. Поэтому нам было плевать на политическую историю, стабильность была самым главным, чего мы хотели. Здесь стоит вспомнить другую цитату из Бенджамина Франклина про то, что тот, кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, в итоге не получает ни свободы, ни безопасности. Но на каждого Альфреда Круппа есть свой Франклин. И всегда помните об этом, что наш опыт последних 20-25 лет нас очень твердо учит, что иллюзия того, что пожертвовав свободой, мы чего-то достигнем, она в итоге всегда приводит к краху. Но, тем не менее, на той стадии эта ситуация выглядела очень соблазнительно. Люди устали от нищеты, от хаоса, от очень трудных реформ и были готовы авторитарную реставрацию поддержать. Так происходило далеко не только в России, а много еще где. И на самом деле мы тоже рассказывали вам в отдельной передаче на нашем канале, что пионерами были страны Центральной Азии, где в конце 80-х годов было тоже очень серьезное народное освободительное движение. Но потом в 90-е годы там быстро установились не просто диктатуры, а диктатуры, которые стали источником вот образца политики подавления своего общества и репрессии. Там, например, впервые начали использовать законодательство об экстремизме для борьбы с политическими оппонентами. Это все идет из Средней Азии, из 90-х годов. Таким образом, здесь Россия совершенно не является чем-то уникальным. У нас было общество, которое не было готово и обучено жить в условиях сложной системы демократического управления, система, которая требует тяжелого ежедневного труда. И у нас была хищная номенклатура, которая постоянно пыталась реставрировать авторитарную власть, чтобы прибрать всю страну к рукам и все ресурсы подставить под свой контроль. И вот здесь, еще раз, вопреки распространенной мифологии о 90-х годах, надо сказать одну очень важную вещь. Речь пойдет о роли личности в истории. Главным фактором, который препятствовал быстрой авторитарной реставрации в России, был лично Борис Николаевич Ельцин. Он отбил бесчисленное количество попыток такой авторитарной реставрации, когда разные представители номенклатуры пытались наш демократический эксперимент свернуть. Сначала, кстати говоря, это был Горбачев и вся его консервативная клика, которую он вокруг себя наплодил в конце 80-х, начале 90-х годов. Мы здесь вам об этом рассказывали в нашем цикле о том, как разваливался Советский Союз. Обязательно это пересмотрите. Вот эти две передачи про Горбачева и августовский путь 91-го года ГКЧП. Вот эти люди, которые устроили тот переворот и ввели танки в Москву, они же не случайно там появились. Это Горбачев всех их привел, когда ему разонравилось то, что перестройка введет к требованию реальных реформ, что его рейтинг падает, потому что он ничего не делает. И тогда вот все эти консерваторы именно появились там по протекции Горбачева, устроили переворот. Кто противостоял этому? Кто в итоге отстоял путь свободы для нашей страны? Это был Борис Ельцин. Следующая история как раз была в 92-м, 93-м году. Конституционный кризис и противостояние Ельцина со съездом народных депутатов и Верховным Советом. Мы тоже подробно вам рассказывали об этом, тоже пересмотрите. Но по сути дела, это было совсем не то, что вам сейчас рисуют. Авторитарный лидер Ельцин против свободного парламента. Ну, не был это никакой свободный парламент. Это были депутаты, избранные в советское время, которые открыто призывали возродить имперского типа авторитаризма. И в итоге, как раз, несмотря на то, что вся история со стрельбой была, конечно, супер некрасивой, но не парламент, как он тогда назывался, был носителем идеи свободы. Те люди, которые противостояли Ельцину вот в этом так называемом парламенте, они как раз хотели построить примерно то же самое, что Путин построил сейчас. Следующая история была 96-й год. Сразу с двух флангов были заходы с попыткой установить в России авторитарное правление. С одной стороны, шел на выборы лидер коммунистов Зюганов, который не скрывал, что хочет возвратить советские порядки в полном объеме. С другой стороны, у Ельцина вот завелись свои крысы. Это его бывший охранник Крыжаков и вся вот его комарилия там Барсуков и Сосковец, которые предлагали Ельцину отменить выборы президента и фактически ввести в стране диктатуру. Ельцин разогнал и тех, и других. И Крыжакова с Барсуковым, и Зюганова. И у нас осталась какая-никакая демократия. Мы тоже делали об этом выпуск. И, в общем, рассказывали вам, что та партия, которая выиграла в 96-м году на президентских выборах, она была далеко не идеальной. Это была вот эта семейно-олигархическая партия. Но она, тем не менее, была за сохранение демократии, а две другие партии, партии Крыжакова и партии Зюганова фактически выступали за ее сворачивание. Поэтому все-таки выборы 96-го года, как к ним не относиться, но они продлили нам свободное существование на какое-то время. Потому что все другие опции предполагали то, что это свободное существование хлопнется. Ну и следующая история, это 99-й год и попытка импичмента Ельцину в Государственной Думе, и основная позиция Ельцину, которая сформировалась из мэра Москвы Юрия Лужкова и его соратников, авторитарных лидеров крупных регионов, Татарстана, Башкирии, Петербурга. И лицом этой коалиции был, конечно же, большой друг Владимира Владимировича Путина, Евгений Примаков. Мы здесь тоже о Примакове подробно рассказывали. Но, по сути дела, давайте посмотрим, кто представлял из себя основную оппозиционную Ельцину силу в 99-м году. Это губернаторы, которые уже у себя в регионах выстроили абсолютно авторитарную диктаторскую систему. Лужков полностью уничтожил в Москве свободную прессу, независимый парламент, местное самоуправление и так далее. Про Татарстан и Башкирию я вообще молчу. Губернатор Яковлев в Петербурге ну реально насаждал бандитскую систему, которую вот и унаследовали последующие путинские приспешники. А Евгений Примаков, я подчеркну, был открытым сторонником возврата к имперской политике советского образца. Таким образом, если вот эти люди в 99-м году пришли к власти, то можно четко утверждать, что авторитарная реставрация в России случилась бы гораздо раньше, чем вот фактически, когда она произошла уже там на втором путинском президентском сроке. Между прочим, кстати, вот Лужков и компания, несмотря на все свое фрондерство против Ельцина в 99-м, они очень-очень быстро слились с Путиным и Шойгу в партию «Единая Россия» в 2001-м году ровно 20 лет назад, потому что они имели общий интерес. То есть, это были просто разные группы номенклатуры, которые хотели захватить власть в стране, отодвинуть от управления народ и единолично рулить всеми ресурсами и финансовыми потоком. Таким образом, вот оппозиции Ельцину в 99-м году это были вовсе не какие-то там демократы, которые хотели там вернуть страну на правильную дорожку, Ельцин в очередной раз противостоял очередной попытке авторитарной реставрации. Подытоживая, можно сказать, что действительно здесь роль личности в истории исключительно велика, и, наверное, если бы это был какой-то другой лидер, а не Борис Ельцин, то мы бы вот по центрально-азиатскому образцу или по образцу Белоруссии скатились бы в авторитаризм гораздо раньше. Вот так сложилось, что Борис Ельцин оказался вот такой исключительно сильной, уникальной личностью в российской истории, который все это пресекал, который не трогал свободную прессу, который сосуществовал с абсолютно оппозиционным парламентом, ну и так далее. Вот пересмотрите наш прошлый выпуск, мы обо всем этом рассказывали, и это очень важно, то, что благодаря его личности такой косой, кривой и хилой демократии, но все же демократии, удалось просуществовать в России примерно 15 лет. Это, конечно, личная заслуга Бориса Ельцина. Но, кроме этого, я, конечно, хотел не только о Ельцине поговорить с вами, а и о нас тоже. Вот если прямо отвечать, вот так линейно отвечать на вопрос, а почему же Россия пошла не туда? А почему появилась какая-то ельцинская семья, какие-то олигархи? Почему появилась какая-то номенклатура, которая смогла сбиться в общую ватагу под названием «Единая Россия» и захватить власть? Так легко осуществить конституционный переворот? Почему это все вообще стало возможным? Что же мы не боролись-то? Вот здесь действительно есть большая проблема, что российское общество ну, наверное, так устало от десятилетий Советского Союза и столетий авторитаризма и единоличного самодержавного управления, что оно хотело просто пожить. Хотело просто понаслаждаться вот этим воздухом свободы. вот этой возможностью пойти в магазин и просто купить все, что хочешь, который у нас в общем никогда в истории не был. Нам реформу Егора Гайдара вот сделали такой подарок, которым мы просто наслаждались и вообще забыли обо всем чем угодно. И получилось так, что вот мы помним вот эти все огромные митинги в поддержку демократии, которые проходили в конце 80-х и начале 90-х годов, но потом с началом реформ эти митинги куда-то все исчезли. В общем-то вот таких больших собраний людей в поддержку демократии мы долго потом на улицах не видели. Очень многие люди ушли из политики. Как я здесь рассказывал, огромной трагедией было в том, что миллионы людей просто эмигрировали из России в Соединенные Штаты, Германию, Израиль и другие развитые страны. Эти люди были нам очень нужны. Если бы они остались и участвовали в построении новой свободной России, то ситуация может быть пошла по-другому. Миллион, два миллиона политически активных современных открытых мир и конкурентоспособных людей были бы нам очень нужны. Но они просто взяли и уехали. Многие люди самоустранились. И вот у нас возникла такая ситуация, когда фактически один президент Ельцин был вынужден бороться со всей этой толпой номенклатурщиков, которая либо атаковала его в лобовую, либо нашептывала вот так вот что-то скрытым образом на ушко и пыталась восстановить авторитарную вертикаль. Проблема Ельцин состояла еще и в том, мы вот рассказывали об этом в прошлом передаче, что поскольку все так замыкалось лично на него, то у него сформировался такой очень нехороший мессианский комплекс. Типа без меня значит все рухнет, я уходить никак не хочу. Но мне кажется, что нам стоит посмотреть вглубь себя и задать прежде всего себе вот этот вопрос, а что мы сделали не так? Почему мы не смогли создать какую-то мощную народную демократическую партию, которая была бы противовесом с одной стороны и Ельцину и его всевластию, и с другой стороны вот всяким представителям консервативных и ретроградных сил, которые пытались демократию свернуть, которая говорила бы, да, нам нужны реформы, но мы будем корректировать президентский курс. Конструктивно, но тем не менее корректировать. Все, что у нас сложилось, к сожалению, это вот оппозиционная демократическая партия в виде яблока, мы тоже вам об этом рассказывали, которая встала на такой открытый путь саботажа и абструкционизма всего, что Ельцин делал. Вот это было меньше всего нужно. То есть яблоко было, как Баба-яга, всегда против. Кстати, поэтому, несмотря на то, что у идеи Ельцину был большой потенциал, но у яблока был свой потолок, они никогда не набирали в 90-е годы больше 7-8% поддержки. Вот если бы активным участником политического процесса 90-х был такой народ в широком смысле, который создал бы запрос на какую-то одну или несколько вот таких альтернативных оппозиционных, но демократических партий, ориентированных на реформы, на конструктивное сотрудничество, на работу в каких-то коалициях. Например, многие говорят о парламентской республике, залог успешной парламентской республики это наличие сильных политических партий, которые могут сформировать коалицию, которые готовы взять на себя бразды управления. Что у нас в этом плане было? Ничего, практически ничего. Какие-то отдельные редкие фигуры, яркой фигурой конечно был Борис Немцов. Но здесь стоит сказать о том, что Борис Немцов не создал никакую свою партию в 90-е годы. Он был просто губернатором Нижнего, когда переехал в Москву с премьером, там привез несколько человек помощниками. Потом он ушел из правительства и создал движение «Россия молодая». У него не было большого количества избирателей, оно потом влилось в партию «Союз правых сил», где Немцов был, ну давайте говорить, прямо не на первых ролях. Ему часто припоминают то, что он говорил про поддержку Путина в 99-м начале 2000-го года, но он просто выполнял партийную дисциплину, потому что в СПС все решали другие люди, прежде всего Чубайс и Кириенко. И таким образом вот этих фигур не было. Сейчас многие вспоминают там, ну например, Галину Старовойтова. Вы знаете, я хочу развеять, это один из мифов про 90-е, который вот сейчас я вижу в Ютубе много каких-то видео с большим количеством просмотров, что вот была такая один из ярких лидеров перестройки Галина Старовойтова, которая могла Ельцину составить противовес. Вы знаете, что она действительно была очень хорошая женщина, и я на нее тоже так смотрел. Я очень хотел, чтобы Галина Старовойтова была вот одним из таких трезвых демократов, которые составили бы эту такую нормальную, здоровую, конструктивную, оппозиционную, демократическую партию. Но не было этого. Я не понимаю, что с ней произошло и куда она растворилась. На момент ее убийства в 98-м году она не была особо влиятельным политиком. Ее в основном вспоминали как одного из хедлайнеров перестройки конца 80-х, но в 90-е годы она вот себя как сильный политический лидер никак не проявила. Или, скажем, Валерия Новодворская, ну, многие из вас очень ценят ее за то, что она в последние годы своей жизни выступала с очень яркими, меткими и четкими антипутинскими высказами. Но в 90-е она смотрелась совсем по-другому. Она смотрелась как представитель такой маргинальной части либерального спектра, которые вот концентрировались на какой-то черно-белой картинке. Все, что делает Запад, это хорошо, все, что делает Россия, это плохо. Например, Новодворская, как и, кстати, многие представители либерального лагеря, совершили фатальную ошибку, когда поддержали Дудаева и чеченских сепаратистов. Вот это на самом деле, после того, как началась Чеченская война, мы тоже здесь сделали об этом отдельный фильм, это очень важный момент. Россияне в подавляющем большинстве не хотели этой войны, хотели ее прекращения, не хотели нападать на Чечню. Но это не значит, что они поддерживали Дудаева и ту авторитарную систему управления, которую он в Чечне выстроил. Посмотрите эту передачу, мы подробно об этом рассказываем. И, к сожалению, по многим представителям либерального демократического лагеря, вот это очень сильно ударило. Когда они некритично встали на сторону чеченских боевиков, люди от них отвернулись. Это была такая очень-очень серьезная ошибка. Были разные политики, Борис Федоров, Святослав Федоров, какие-то разные люди, которые могли основу этой ткани и сильной оппозиционной демократической партии составить, но не сложилось. И принято говорить о том, что у политиков были какие-то амбиции, которые этому мешали. Знаете, я не люблю этот разговор. У политиков по природе всегда есть амбиции. Знаете, когда политики умеряют свои амбиции? Когда есть большой запрос на какую-то конструктивную политическую силу. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что запроса не было. Люди после окончания перестройки и начала реформ разбежались по своим домам и квартирам. Больших митингов, какого-то активного движения за реформы в общем не было. И все это постепенно съежилось до того, что зависело от личной воли президента Бориса Ельцина. То есть был такой вакуум. Бутерброд с ничем. Сверху президент с большим количеством полномочий. Снизу такой достаточно безмолвный народ, который в общем самоустранился и занялся своими частными делами. внутри не сформировалось никакого сильного политического класса, который мог бы направлять и корректировать реформу. Вот это, на мой взгляд, было главной проблемой. Может быть, это наша не вина, а беда именно отсутствия тех навыков демократического управления. Но вот я сейчас занимаюсь практической политикой, могу сказать вам очень просто, что такая конструктивная политическая сила, как вот вы сейчас видите, например, в виде движения Алексея Навального, она может появиться, если есть на нее большой запрос снизу. К сожалению, и вот это та вещь, о которой мы еще поговорим в цикле про 2000-е годы, и которой хорошо воспользовался Путин, и его политтехнологи, и социальные психологи. Они выжили максимум из вот этой апатии наших граждан, самоустранения, ухода в частную жизнь, моя хата с краю, мы свалили коммунизм, а дальше пусть оно как-то само там устаканится, заверните мне хорошую работающую демократию, я вот один раз сходил, проголосовал за Ельцина, и все, я свою работу сделал, дальше могу заниматься своими делами. Это была большая ошибка, большая иллюзия. Демократия — это ежедневная, очень тяжелая и часто очень неприятная работа. Как только вы ее бросаете, устраняетесь, уходите в сторону своей частной жизни, приходят хищные автократы, хищная номенклатура, которая все это подбирает с земли, и бац, вы просыпаетесь в мышеловке, в мышеловке диктатуры. Ну и вот не могу не ответить на очень частые вопросы по тому времени. Люди спрашивают, а почему вместо президентской мы не устроили парламентскую республику, и почему мы не провели люстрации, почему мы не иллюстрировали, например, представителей спецслужб. Ну, первое я хочу сказать, что вот по идее парламентской республики, во-первых, были разные дебаты, но, чтобы вы понимали, она была очень сильно дискредитирована, вот сама эта идея парламентского управления была дико дискредитирована вот этим опытом 92-93 годов, когда фактически первый независимый российский парламент превратился черт его знает во что. посмотрите, мы вот делали для вас серию про кризис 93-го года, как раз вот этот расстрел Белого дома, мы рассказывали там всю эту историю с самого начала, и что за бессмысленное сборище крикунов, сумасшедших и ретроградов этот парламент из себя представлял. Ну, наверное, это неизбежная болезнь роста для вот любой страны, освободившейся от диктатуры, в парламенте бардак, да, но с другой стороны, когда люди смотрели на вот это вот все, это я не пытаюсь там просто давать оценки, а это чтобы вы понимали, почему идея парламентской республики в России в 90-е годы была дискредитирована. Потому что люди посмотрели вот на весь этот народный хурал 92-го, 93-го годов, ну и никому это не понравилось. Конечно, Борис Ельцин выглядел более привлекательной стороной, поэтому, конечно, это было в целом видно и по результатам апрельского референдума 93-го года, и по результатам голосования по Конституции в декабре 93-го, да, там, позиции Ельцина были уже слабее, но все равно большинство так или иначе было на его стороне, да, то есть люди посмотрели на то, как парламент работает и пришли немного в ужас. Поэтому вот те, кто говорят, что нужно выстраивать парламентскую республику, мне кажется, здесь как с любыми реформами, здесь очень важен вот этот первый период, вы должны показать успех, вы должны показать, что это работает, что парламентская система может быть продуктивной, производить какие-то полезные народу реформы, да. Вот в России начало 90-х эта идея напрочь провалилась, и поэтому парламентаризм, ну, давайте откровенно говорить, он не был популярен. И здесь есть еще такой момент, что я там категорически не согласен в этом плане с людьми такими, как Михаил Ходорковский, он считает, что парламентская республика для России это панацея. Я считаю, что это неправильно устраивать такой волейбол между институтами, сегодня у нас президентская республика, она чем-то не нравится, завтра парламентская, там тоже есть свои недостатки, опять отменяем парламентскую, возвращаем президентскую. Нам нужно реальное разделение властей, вот что нам нужно. Не попытки выбрать идеальную форму, вот этот вечный поиск идеала в политике это большая ошибка. Нам нужно, чтобы между разными ветвями власти был баланс и система сдержек и противовесов. И ни одна не могла захватить другую, и у всех был свой ограниченный сегмент полномочий. Исполнительная власть, законодательная власть, судебная, какие-то независимые регуляторные институты типа Центробанка и прочих. Нужен баланс между ветвями власти, а не волейбол, там, сегодня парламентская, завтра президентская и обратно. Мы можем видеть на примере той же Венгрии Виктора Орбана, как во вполне себе парламентской стране сложилась диктатура, так называемая parliamentary capture. Вы можете устроить диктатуру и захватить власть, и свернуть демократические институты не только через исполнительную власть, не только через президента, но и через парламент. Это вполне возможно, и вот бывает уже у наших соседей. А многие устойчивые демократии сегодня имеют вполне себе президентскую форму правления. Те же страны Латинской Америки, та же Южная Корея и много еще кто. Поэтому, и те же США, в конце концов, да, поэтому президентская форма правления вовсе не априори ведет к диктатуре, и парламентская не обязательно от нее страхует. Поэтому главный призыв в этой дискуссии, эта дискуссия, она абсолютно легитимная, можем вести ее много лет. Да, я согласен, что надо передавать гораздо больше полномочий парламенту, чем это было сделано в 90-е годы, например, назначать правительство министров парламентом, а не так, как было у Ельцина, Дума согласует только премьера, а министров назначает он сам. Ну, и много еще чего. Но, тем не менее, вот, я категорически против того, чтобы делать из какой-то одной идеи, например, парламентской республики, фетиш. Вот, это очень вредная идея, вот, которая помешала нам построить нормальную демократию в 90-е, что мы найдем один какой-то выключатель, включим его, и все сразу станет нормально, а мы пойдем заниматься своими делами. Нет. Ребят, если вы ищете вот такую идею, это абсолютно неправильно. Так не сработает. Система должна быть сложной. Выключателей и институтов должно быть много. Между ними должен быть баланс. И это постоянная, очень-очень напряженная и тяжелая работа для всех нас с вами. Ну, и вот еще один фетиш нашего времени, это вот эта идея иллюстрации. То есть, опять же, люди пытаются найти какое-то одно простое объяснение, подсказка, простого объяснения не существует, да, что почему у нас не получилось в 90-е годы, а вот мы не провели иллюстрации, не запретили занимать госдолжности КГБшникам. Ну, во-первых, я много раз здесь объяснял, почему, вот, в частности, в передаче про Бориса Ельцина, почему он не провел иллюстрации? Потому что общественного запроса не было. Советская диктатура последних пар и десятилетий, она была довольно мягкая. Она репрессировала буквально несколько сотен диссидентов, каких-то массовых репрессий не было, значит, и у народа не было чувства мести, что нас как-то массово сажают там всякие менты и ФСБшники, значит, надо им что-то там запретить. Просто не было такого общественного запроса. Ну и в целом на нас вот эта свобода в девяносто первом году, надо сказать, свалилась относительно легко. И у людей было такое ощущение, типа, все, давайте перевернем страницу, не будем заморачиваться, там, все это, все плохое в прошлом, теперь будет только хорошее, мы пойдем заниматься своими делами и никакой там люстрации не надо. Поэтому, если бы, еще раз, если бы такой серьезный общественный запрос был, то и тот же Ельцин, и те же депутаты обязательно пошли бы навстречу. Власть всегда реагирует на общественный запрос. Ругать Ельцин за отсутствие иллюстрации можно, нужно, но правильно, вряд ли, потому что, еще раз, кроме советских диссидентов, об этом никто не говорил, и советским диссидентам нужно прежде всего было идти в народ и формировать массовый общественный запрос на иллюстрацию. Его не было, тогда ее не провели, я думаю, что в следующий раз на это шансы гораздо выше, потому что сегодня репрессивная машина, конечно, достала уже до огромного количества людей, и запрос на иллюстрацию в российском обществе и носит совершенно другой качественный характер. Я думаю, что при следующей попытке, надеюсь, успешной перехода к демократии, конечно же, мы нечто подобное сделаем. Давайте подведем некоторые итоги. Я еще раз призываю всех смотреть на 90-е, не как на такое трагическое время, трагический эпизод нашей истории, типа мы что-то попробовали, поковырялись, но вот у нас не получилось, вот мы и закончили в итоге диктатуры. Я лично смотрю на это время совсем по-другому. Это самый длительный период демократического опыта в российской истории. Он дал нам много пищи для размышлений, он дал нам огромную плеяду людей, которые не сдаются и продолжают бороться за нашу и вашу свободу, и он дал нам вот это пространство свободы, которое до сих пор Путину не удалось окончательно задавить, как он не пытается. Наше пространство свободы сегодня гораздо больше, чем у нас, например, было в середине 80-х годов. И в этом смысле 90-е были, как говорил Нил Армстронг, первый землянин, который ступил на Луну. Маленький шаг для одного человека, но огромный прыжок для всего человечества. С точки зрения нашей истории, вот эти 15 лет демократического опыта 90-х это просто колоссальная вещь, колоссальная вещь, которая дала нам поколение свободы, пространство свободы, которая дала нам понимание того, как в принципе работают и взаимодействуют между собой демократические институты, которая дала нам, вы знаете, вот как ни парадоксальным вам покажется, но историю успеха. Историю успеха, потому что вот этот бурный экономический рост нулевых годов, ну как вы думаете, а был ли он возможен без экономических реформ 90-х? Без того, что к концу 90-х у нас в экономике вместо планового хозяйства уже доминировал частный сектор? Ну конечно нет. Ну конечно нет. В этом смысле такой уникальный исторический парадокс заключается в том, что вот этот высокий рейтинг Путина, который сформировался у него в нулевые годы, прежде всего благодаря невиданным бурным темпам экономического роста. Он этому рейтингу и этим экономическим успехам обязан 90-м годам, которые он хает сегодня и направо, и налево. Поэтому, как ни парадоксально, насколько ни трудным временем были 90-е, но это в огромном смысле слова история успеха, потому что она привела к невероятному периоду невиданного ранее бурного экономического роста в России. Поэтому, друзья, знаете, вот завершая наш цикл, я хотел сказать вам вот что. Не надо слишком сильно себя ругать. Не надо ругать нашу страну и наших политиков, в том числе за трудные 90-е годы. Да, они были трудные, но они были свободные. Мы учились строить собственную жизнь без опеки большого брата самостоятельно, своими ручками, ножками, своей головой. Вот в том числе то, что многие из нас такие сильные, несгибаемые, сопротивляются диктатуре, это следствие того, что мы выросли в это время, мы сделали себя сами, мы знаем, как самостоятельно управлять своей жизнью. И мы это пространство свободы никогда не отдадим. Это важный результат, в том числе и 90-х годов. Конечно, было сделано много ошибок, было сделано многое не так. Очень важно хладнокровно и спокойно анализировать это, делать из ошибок выводы, чтобы в будущем, когда у нас будет возможность снова попытаться построить свободную демократическую Россию, а она будет обязательно и будет скоро, мы сделали из этого опыта полезные практические выводы, как правильно делать реформы, как не допускать таких ошибок, как не допускать того, чтобы появлялась какая-то семейно-клановая олигархическая власть, как к концу 90-х сложилась вокруг Ельцина. Мы уже знаем, как все это делать. Мы имеем большой опыт реформ, мы имеем большой опыт профессионалов в разных сферах, которые тоже, многие из них выросли и состоялись в 90-е годы, которые знают теперь, что делать с Россией, чтобы она стала нормальной, современной, свободной и процветающей страной. Этот период, каким он не был бы трудным, какой бы последующей диктатурой и реставрацией авторитаризма, он не окончился. Он дал нашей стране очень-очень много. Мы это все обязательно полезно используем в будущем. Когда мы построим вот эту прекрасную Россию будущего, о которой мы все мечтаем, там в этом фундаменте будет большая часть из наследия 90-х годов. Ну а на чем нам строить? На Брежневщине? На Сталинщине? На Путинщине, прости господи. Ну конечно же нет. Конечно же мы будем строить новую нормальную страну, опираясь вот на тот опыт свободы. Такой, знаете, еще раз, кривой, косой, несовершенной свободы. Ну а как вот, когда вы долго лежали там, например, в больнице после операции, попробуйте встать. У вас наступает такое явление, как атрофия мышц. Вас будет шатать вот из стороны в сторону. У меня такое было. И с Россией произошло то же самое. Ну конечно, откуда было твердой походки ожидать от Гулливера, который лежал связанный веревками многие десятки и даже сотни лет. Понятное дело, что это было очень трудно, но мы сделали эти важные шаги. У нас многое, что получилось. Многое нет. Из этого важно сделать выводы. Мы обязательно их сделаем. Мы обязательно в следующем, начинающемся в 2022 году цикле расскажем вам на нашем канале о том, что пошло не так в 2000-е годы. почему мы так быстро скатились к диктатуре. Мы все это обязательно проанализируем. Но я хотел своим циклом о 90-х вот закончить его на такой высокой ноте. Давайте излишне не ругать себя, не посыпать себе голову пеплом. Нам много удалось. Мы многое смогли. В очень трудное время, которое вот для нынешних правителей страны просто стало бы катастрофой, они в таких условиях не прожили бы и 5 секунд. А мы смогли. И наше политическое руководство тогда смогло. Это очень важный опыт на будущее. Мы из него обязательно извлечем уроки, построим нормальную, прекрасную Россию будущего и расскажем вам в наших будущих передачах на моем канале о том, как это сделать, как к этому приблизиться. Подписывайтесь. Это Владимир Милов и мы завершаем наш цикл про 90-е годы. Трудные, но свободные, настоящие. Такими, какими они были на самом деле, а не так, как их рисует путинская пропаганда. Мы с вами скоро встретимся и, конечно, продолжим с вами вот эти очень важные разговоры об истории нашего государства и о том, что она означает для сегодняшнего и, самое главное, завтрашнего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова